МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сейчас вы смотрите канал Самарагиссии. В эфире программа «Хочу домой» с очень актуальным названием в наше время. И в связи с теми событиями, что происходит вокруг нас, среди людей, и, конечно, с тематикой нашей передачи. Мы рассказываем о животных, выброшенных на улицах наших городов. Мы говорим, как решить проблему бездомных собак и кошек, рожденных под открытым небом. И еще раз хочу призвать всех, кто заводит у себя дома животных. Пожалуйста, будьте ответственны перед жизнью братьев наших меньших. И к своим словам я вернусь чуть позже. Я сейчас расскажу, что мы сегодня увидим и с кем будем разговаривать. Итак, сегодня сюжет для чего нужна стрижка, зачем стригут собаки, как научиться грумерскому делу. Далее в видеовизитке две кошки и две собаки очень хотят уйти из приюта в свой дом и к своим новым владельцам. Пожалуйста, обратите внимание на этих животных. Конечно, разговор в студии. Сегодня в гостях Алексей Богданов, администратор приюта «Зооспасение» и Татьяна Савицкая, руководитель приюта «Зооспасение». Очень приятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, не могу сказать, что у нас какие-то глобальные изменения произошли. У нас не очень большой приют, в основном рассчитанный на крупных собак, которым, как мы уже, наверное, говорили в прошлый раз, наиболее сложно выживать на улице, потому что их все боятся. Они чаще попадают под агрессию людей, которые там от страха за себя, за своих детей. Поэтому у нас достаточно большое количество метисов, алабаев, овчарок, и, соответственно, под это подстроено. Мы не можем позволить себе расширяться, поэтому в приюте, наверное, сейчас порядка 45 собак. И, к сожалению, мы сегодня забиты практически полностью. До момента, когда мы кого-то пристроим, мы не можем кого-то принимать, хотя очень много обращений по собакам, которые... Хотелось бы думать, что они потерянные, но, к сожалению, часто бывает, что они выброшены. И не всех собак мы, к сожалению, можем принять. Вы занимаетесь еще и отловом, я так понимаю, да? Иногда ловите или уже нет? Ну, смотрите, мы не ловим, там, по госконтрактам не участвуем в программе отлова. Мы ловим по просьбам наших волонтеров, когда они не могут справиться сами, мы, бессловно, помогаем. И ловим собак, когда есть обращение, что, например, какой-то алабай на улице, люди его боятся, мы приезжаем. Ну, кого-то ловим, кого-то просто забираем. Нужно ли, в принципе, если собака добрая, она привязана к какой-то местности, есть люди, которые ее подкармливают, и видно, что она в хорошем состоянии. Обязательно ли такую собаку забирать себе домой? Ну, или в приют? Нет таких собак не обязательно забирать. Пускай гуляет себе и гуляет. Она должна быть стерилизована для того, чтобы она не приносила нежелательного потомства, которого и так очень много, к сожалению, на улицах нашего города, и нет пока метода стопроцентного регулирования, чтобы не появлялись новые. Поэтому собака должна быть стерильна. В идеале все собаки должны быть отловлены, стерилизованы и выпущены в среду обитания. На что, собственно говоря, и нацелен сейчас и закон, по которому работает эта программа. Ну, хорошо. А вот люди, которые опекают, оберегают собаку, которые подкармливают собаку, они могут же собраться деньгами? Есть же какая-то программа или есть какое-то льготное обслуживание в плане стерилизации животных. Они могут взять эту собаку или кошку и принести, скажем, туда же, в тот же самый приют и простерилизовать ее. Ну, уже более, так сказать, за сидящие деньги. Наш приют по этой программе пока не работает. Это может быть в будущем, если мы сможем себе это позволить. Есть гранты, которые выигрывают отдельные организации, но они временные. Есть программа государственных ветклиник. В определенные дни стерилят со скидкой или по минимальной цене. Но, во-первых, не все про это знают. Во-вторых, там нет записи, идет живая очередь, насколько мне известно. Поэтому, может быть, недостаточно оповещения о том, что это делается. Если говорить про собак уличных, то зачем собираться деньгами волонтерам, если сейчас это можно сделать за счет программы ОСВВ, которая как раз на это нацелена. Но эта программа сейчас работает так, что ловцы могут приехать только по заявке жителей. То есть не может человек сам привезти в приют и сдать собаку, которая подлежит стерилизации. Например, через 2 недели ее забрать после того, как она... Ну, или 3 недели положено по карантину. То есть 3 недели ее забрать. Плюс люди видят очень много негатива. В том числе и в сетях показывают, как собак, ну, скажем так, не очень гуманно отлавливают и не очень гуманно содержат. Поэтому они не доверяют и не очень хотят сдавать. Итак, время календарной весны, но она не торопится к нам. У меня есть вопрос, а как вы будете готовить собак? Или как вы что, моете, стрижете собак, когда снег сходит? То есть когда все, растаял? Ну, если говорить про календарную весну и подготовку собак, первое действие – это, безусловно, обработка от клещей. И только потом уже стрижка и груминг, и привод. Для приютских собак, ну, не для всех это актуально. Некоторые прекрасно выглядят и так. Если есть собаки, которые кудрявые, они, конечно, сваливаются за зиму. И их обязательно надо отвозить на груминг. Мы отдельно, ну, как бы не всех, но некоторых собак возим, потому что без этого. То есть это обязательная процедура. И, конечно, для домашних собак это большой плюс, потому что тогда в доме не будет такого количества волос, и собака будет иметь красивый, опрятный, ухоженный вид. Ну, а в этой связи у меня есть информация. Мы сейчас посмотрим тот сюжет, который мы сняли совсем недавно на одной из выставок собак. Последние несколько лет в кемологическом мире набирает популярность профессия груминг – человек, который стрижет и моет собак. Сложно ли научиться этому мастерству и нужна ли стрижка собаки? С этими вопросами мы и подошли на конкурс грумеров, который проходил совсем недавно в Самаре. Более 50 участников конкурса, примерно столько же собак-моделей. Шитсу, бишон, фридзе, йоркширские терьеры и другие породы, которым по необходимости экстерьера нужна стрижка. Единственное, в этот раз не было представителей средних и крупных пород, которых тоже стригут или тримингуют. А насколько вообще полезно или не полезно стричь собаку? Стригущиеся породы, конечно же, нужно и полезно, чтобы облегчить уход хозяину. Чтобы всегда выглядело приятно и красиво. Еще 15 лет назад немногие собаководы представляли, кто такой грумер. А уж простому обывателю и подавно сие слово было незнакомо. Но с появлением экзотических, ручных, мелких пород собак, грумеров становилось все больше. Есть спрос, есть и предложение. А вот чтобы мастера груминга не варились, как говорится, в собственном соку, в системе Международной и Российской кинологической организации были придуманы конкурсы для грумеров. Скажите, пожалуйста, а вы сейчас на что смотрите? На подготовку. Настолько хорошо подготовил конкурсант собачка. А что вот на каких критериях? Для нас же это пустота. Насколько хорошо прочесывается, допустим, не путается ли расческа в ней. Это предосмотр как раз заключается в том, чтобы проверить, насколько хорошо подготовилась конкурсант для конкурса и для стрижки. Следующий этап уже проверяем стрижку. Симметрию, ровность стрижки, форму и так далее. Научиться стричь собак не так просто. То руки поначалу дрожат, то собака не стоит на месте. Чтобы выйти на конкурс, грумеры стригут собак не один год. Сложно вообще научиться грумерскому делу? Ну, кому дано, тому несложно. Кто делает это с любовью, тот, конечно, когда поработаешь и получаешь от этого удовольствие, тот, конечно, несложно. А если делаешь это через силу, то лучше тогда и не начинать. Конкурс грумеров всероссийского и международного уровня в Самаре проводится не так часто. И многие стараются заявиться в качестве участника, когда судить приезжают именитые эксперты высокого мирового класса. И вот здесь-то и начинается полет заоблачных фантазий. Она у меня всегда крашеная. Два года назад она была конфеткой розовой. В том году она была пандой. В этом году решили жирафы сделать. Вот так. А вот скажите, пожалуйста, стригут можно стричь всех собак? Или все-таки это породная такая как бы особенность? Нет, конечно, породная особенность. Всех собак стричь нельзя. Есть очень много пород, которым запрещено стричь, потому что есть ряд проблем генетических. Например, шпицов нельзя коротко стричь. С утра и до вечера участники показывали свое мастерство. И как водится, в финал вышли сильнейшие грумеры, которые и получили не только свои заслуженные награды, кубки и медали, но и моральное удовлетворение от долгожданной победы. В начале программы я призывал вас быть ответственными. Так вот, два дня назад у меня одна из моих учениц, где-то в 2005-2006 году, и она мне говорит, мне нужно адресировать собаку, вот забери ее. Я говорю, я не занимаюсь этим, я не могу. Она подскажи кому-нибудь, куда можно собаку отвезти. Я говорю, ну вы понимаете, что вы сейчас заплатите очень большие деньги и так далее. Она говорит, ну что, мне тогда собаку выкидывать, что ли, получается? То есть это что, это такой некий шантаж в разговоре или все-таки такое безответственное отношение к собаке, получается? Ну, знаете, хочется надеяться, что это все-таки единичный случай. Именно что вот такая постановка вопроса, что либо я буду платить деньги за обучение собаке, либо выбросить ее. Конечно, обучением собаке должен заниматься хозяин, потому что если отдать ее в чьи-то руки, собака, безусловно, станет более, ну, наверное, адекватной и обученной, но слушаться она будет того человека, который с ней занимался. Поэтому в идеале, конечно, чтобы хозяин, ну, хотя бы через раз участвовал в воспитании своей собаки и, может быть, учился сам, как лучше понимать собаку и как с ней лучше обращаться. Но про выкидывание, к сожалению, на сегодняшний день. Те бездомные собаки, на которых жалуются все наши жители, они не появились и не упали с неба. Это все потомство на 90% собак, которые когда-то были домашними. Да, к сожалению, собаки рожают два раза в год, выживает какая-то часть щенков, тоже начинает приносить потомство, и они, к сожалению, множатся в геометрической прогрессии. Но изначально проблема бездомных собак возникла от того, что люди, безответственно относясь, выкидывают своих собак, выкидывают приплод от своей собаки. Очень, знаете, странное бытует мнение. Говорим, почему вы собаку не стерилизовали? Ну, как бы жалко. У нее там же материнский инстинкт. Это вот самое распространенное заблуждение. Собаке не надо никакого материнского инстинкта. Она прекрасно себя чувствует стерилизованной. Ей вообще это не надо. Это подрывает ее здоровье и не приносит ей никакого удовольствия. А второй вариант. Если уж вы допустили, что собака родила, ну, в конце концов, утопите этих котят. Это как бы... То есть у меня рука не поднимется, но если уж вы такого мнения... Нет, это я не могу. А выбросить на улицу в холодный мороз вы можете. То есть мне логика таких людей непонятна. Понятно. Вы сказали по поводу того, что очень старые способы и методы отлова собак. Алексей, я так понимаю, что вы иногда занимаетесь этим. Скажите, ну, какие-то новые методы вообще придумываются сейчас? Что нового можно... Я занимаюсь это сейчас частным образом. То есть не на госконтракте, а если люди просят поймать собаку. Некоторые люди сталкиваются с проблемой перевозки собаки. То есть, грубо говоря, они даже не могут посадить там уличную собаку или свою, отвезти там в какую-то ветклинику. Допустим, у них всю жизнь собака сидела на цепи, она их перестает слушаться. Они звонят мне, я приезжаю, помогаю им посадить эту собаку в машину и отвезти с ними, сопроводить до ветклиники. Что-то конкретно нового, прямо в теории отлова, не появляется. Ну, потому что все так же... То есть, получается, у нас ружьями пользоваться нельзя. Сачок, сачком, люди говорят, это не гуманно хотят. Нет, сачком достаточно гуманно. Сачком гуманно. Не очень эффективно, может быть. Сачок это гуманно, петля тоже она как бы гуманно, потому что по-другому, из норы как бы или из другого укромного места ты никак не достанешь собаку, никак ее не зафиксируешь, чтобы соблюдать какую-то дистанцию между тобой, чтобы на тебя собака не пошла, не накинулась. Но у нас ничего этого не разрабатывается как бы такого нового кардинально. Мы как бы все это мониторим. То есть, если что-то появляются какие-то на рынке новые экспонаты, мы их обязательно закупаем, но все по-прежнему, все на старом месте. Было какое-то предложение, что использовать большой контейнер и туда еду класть, и собаке будут ходить, и этот контейнер закрывают. Это собаколовка, но она работает по такому же принципу, что и кошколовка, то есть туда ставится еда, заходит животное, она закрывается. Но они не всегда эффективны. Животные видят перед собой, что есть какой-то непонятный для них, так сказать, ящик, и они не все туда пойдут. Это вообще зайдет только одна собака одновременно, и потом ее нужно забрать и поставить на следующую. Для каждой собаки, кошки, неважно, какому-то животному, которому мы хотим оказать помощь, надо как бы думать и предполагать, какие виды ловли мы можем использовать. Допустим, если это, допустим, на трассе где-то, и у нас сидит одна собака, то, в принципе, мы можем использовать собаколовку. Некоторые выкладывают в сеть, вот, например, в других городах, что некоторые ловцы используют силки частным образом. Ну, то есть они ее сидят, контролируют, собака попалась, грубо говоря, силки ее сковали, все. Они бегут, сразу ее освобождают, сажают на поводок и, то есть, грузят машину. Вот. Каждый случай индивидуален. То есть сказать, что вот этот метод будет стопроцентно действовать, а другой нет, но нельзя. Это каждый раз индивидуально. С очками, петлями хорошо ловить, но не всегда это эффективно на улицах, допустим. Ну да, получается, вы начинаете бегать за собакой, соответственно, народ начинает возмущаться, и здесь, я так понимаю, иногда происходит конфликт. Такое тоже бывает, конфликты тоже бывают. Потому что не все люди понимают, что мы ловим собаку из добрых побуждений, что мы не хотим собаке зла, а как бы совсем наоборот. А как донести информацию до людей? Никак. Это идет с давних времен, что, грубо говоря, приезжает машина, как людям это кажется, их сажают в кузов, туда пускают газ, и все собаки умирают. Примерно люди не понимают такого, что отлов может носить какую-то гуманную цель. То есть мы ее поймали, собаку, мы ее хотим либо пристроить куда-то, либо простерилизовать, либо оказать какую-то медпомощь. Количество ваших собак хоть как-то уменьшается в питомнике? Кого-то вам удается пристраивать? Конечно, кого-то удается пристроить. В основном хорошо пристраиваются маленькие собачки, которых можно держать дома, которые немного едят и вызывают умиление своим прекрасным внешним видом. И пристраиваются крупные собаки типа Алабаев, потому что люди берут их на охрану частных домов, участков, коттеджей, не в квартиры. Хуже всего пристраиваются обычные дворняги среднего размера, без каких-то там суперспособностей и прекрасного внешнего вида. Они, к сожалению, сидят в приюте годами. И если говорить про уменьшение, к сожалению, уменьшить не получается, ровно потому, что у нас не решена проблема с бездомными животными. Как только освобождается место, на него сразу есть пять желающих, кого бы туда посадить, чтобы забрать с улицы и дать шанс на пристрой в семью. Итак, время смотреть визитки. Еще раз, товарищи и господа, мы показываем информацию о тех собаках и кошках, которых можно взять из приюта, не опасаясь каких-то последствий от их некорректного отношения или поведения. Но, тем не менее, все-таки, если вы берете собаку, обратитесь к кинологу, который имеет опыт работы с метисами и собаками из приюта. Позанимайтесь и научите собаку вас слушаться. Обратите внимание на эту собаку. Ей нужен свой дом и ответственный хозяин. Зовут собаку Лейла. Ей примерно три года. Еще совсем недавно она жила в квартире, но после потери хозяйки ее отдали в приют. Собака очень ласковая, социализированная, любит своих сородичей, уживается с кошками. Ну, и обладательница такой красивой шубки, за которой, конечно, хозяевам нужно будет ухаживать. Ну, хотелось бы все-таки, чтобы она у нас жила в квартире. Ну, при желании, может она и проживать и в теплой будочке. Зиму, вот она благополучно зимует в вольере на улице. Со своими сородичами со всеми дружит. Очень ласковая, социализированная собака. Ласкушка. Обратите внимание на эту собаку, готовую уйти к своему новому владельцу. Лейли нужен свой дом и хороший, любящий ее владелец. Обращаться по телефону 8-939-717-09-11. Жительница приюта участие зовут ее Нуга. Этой собаке примерно 10 месяцев. Ей нужен свой дом и новый владелец. В настоящее время волонтеры приюта проводит в ней социализацию. Мы еще учимся ходить на поводке. Она очень активная. Любит тоже игры с мячиками, с палочками погонять. Любит детей очень ориентированно. Поэтому социализированные. К сородичам нормально относятся. То есть она адекватная собачка. Хотелось бы ей найти семью. Также она может и в квартире проживать, и в частном доме. Ну, в общем-то, очень хорошая, активная собака. Обратите внимание на эту собаку по кличке Нуга. Она готова уйти из приюта в свой дом и к новому ответственному владельцу. Заберите ее из приюта. Обращаться по телефону Привлекательный тигрово-дымчатый цвет, обаятельный характер и мультяшная кличка Астерикс. Этому коту около трех лет. Нашли его три месяца назад среди таких же хвостатых двадцати бедолаг, выброшенных из квартиры в подъезд. Астерикс очень хочет домой. Его характер может заинтересовать человека со спокойным темпераментом. Он спокойный, уравновешенный. Ну, скорее всего, флегматик. И очень любит внимание. То есть, если, например, уходишь куда-то, он обязательно пойдет за тобой и будет требовать внимания, чтобы его полоскали. Любит, когда его имя произносят. Придет хоть откуда, где бы ни был. Вот. Играть любит, с кошками не скандалит. Здоров, привит, спокоен. Этому коту по кличке Астерикс ищут хозяина. Сотрудники приюта надеются, что ему тоже повезет, и он уйдет из приюта в новый дом. Чтобы забрать Астерикса домой, обращайтесь по телефону 8-900-39-717-09-11. Этот рыжий красивый кот живет в приюте чуть больше двух месяцев. Забрали его сюда из подъезда жилого дома вместе с другими 20-ю кошками, которых выгнали из квартиры новые жильцы. Коту Леве, так назвали его в приюте, сейчас ищут нового хозяина. Большинству его товарищей повезло больше. Наша гордость в том, что большую часть из этих кошек мы уже пристроили. Вот из них, из этих 20, у нас осталось 5 кошек. Вот. Все они очень контактные, любят ласку. Также все стерилизованы, привиты, обработаны и готовы, в принципе, свой дом обрести. И хозяина. Как мы называем, пап-мам. Коту Леве очень нужен свой дом и любящий, и ответственный хозяин. Если вам понравился Кутлёва, звоните по телефону 8-900-39-717-09-11. Итак, берут собаку из приюта. Как часто вам ее, ну, назад их возвращают? Не ее конкретно, а их или не возвращают? Как часто возвращаются? К сожалению, это не исключение. То есть такое, не могу сказать, что это бывает достаточно часто. Ну, наверное... Процентов 10. Процентов 10. Ну, это все-таки не очень большой процент. Может быть, даже 20. Может быть, чуть больше. От 10 до 20. То есть каждая... Ну, хорошо, может... Каждая пятая собака примерно... Может быть, с людьми как-то разговаривать и предупреждать их, их как-то проводить с ними какие-то занятия элементарные. Вы знаете, каждый раз, когда мы отдаем собаку, во-первых, мы все рассказываем про собаку. Во-вторых, если, например, человек приезжает и говорит, мне нужна собака-охранник. И он выбрал по фотографии, там, по внешнему виду собаку. А собака не охранник. Она компаньон. То есть ему кажется, что она будет охранник. Ему так кажется. Мы объясняем, что если вам нужен охранник, давайте мы вам предложим других животных, про которых мы знаем, что они там охраняют, они там гавкают, встречают чужих там подозрительно. Есть собаки, то есть мы знаем характер собаки, они у нас живут, ну, некоторые, к сожалению, и годами. То есть мы советуем человеку, кто прислушивается, кто не прислушивается. Это дело такое, да? То есть достаточно смешные случаи возврата собаки. Нам один раз вернули собаку, потому что от нее пахнет псиной. Сумасонтики. Вот у меня такой, очень такой важный вопрос. Скажите, сейчас я закану проект в Госдуме, и мы сейчас говорим о том, что пытаются ввести систему штрафов для лес, которые безответственно относятся к собакам, к животным, к кошкам и так далее. Вы как за это? Я очень поддерживаю. Поддерживаю. Это очень правильно, потому что если у человека... Есть, конечно, обратная сторона медали, то есть надо все-таки как-то просветительную работу в первую очередь вести с населением. Есть проект о том, что за выброшенные животные будет штраф до 30 тысяч рублей. Ну хорошо, мы с вами знаем, мы читаем с вами эти проекты. А может, наоборот, какую-то волонтерскую деятельность сейчас направить в русло, когда они идут по тем домам, где есть бабушки, дедушки, где есть люди, у которых есть собаки, кошки. И вот как бы распечатываем информацию о том, что штрафы будут и так далее, и что ответственно относиться к собакам и кошкам и так далее. Может, вот так все-таки начать работать? Тут встречный вопрос. А эти штрафы, они на что в дальнейшем будут идти? То есть вот государство берет с меня штраф. Нет, по поводу этого мы давайте сейчас не будем говорить. Мы говорим о том, что вот я как способ вот эту информацию дать людям. Как это можно сделать? Ну, во-первых, это надо начинать как бы со школ, детям уже начинать это прививать, что типа, что такое гуманное отношение к животным. И ответственное. Да, что если ты заводишь собаку, то может быть там, не знаю, походить на какие-нибудь часы. Почти в каждом городе есть такая программа, как, допустим, ну, детей учат, грубо говоря, как юный кинолог и прочие. То есть если с ребенком, ребенок занимается там, с собакой приходит. То есть у нас в приюте, вы можете, дети приходят, заниматься собаками. Кому это действительно интересно, мы как бы не против этого. То есть это надо все доносить со школ. Во-вторых, когда, допустим, человек покупает собаку, там, не знаю, забирает ее с приюта, тоже доносить эту информацию, что вот вы забираете собаку, вы должны ее гуманно с ней относиться. Если вы выпускаете собаку на самовыгол, то это штраф будет, вам придет от государства и прочее. То есть это до каждого надо доносить эту информацию. Спасибо. Спасибо большое. К сожалению, время нашей программы, оно не резиновое. То есть программе нас пропускаем. К финалу было интересно с вами пообщаться и, думаю, мы еще не раз с вами встретимся. Ну, а всем вам и нам пожелаем скорейшей нормализации обстановки. И в это сложное время большая просьба, не забывайте, что домашние животные и хорошая жизнь зависит только от вас. Всего вам доброго, берегите себя и не переживайте, все будет хорошо. Редактор субтитров А.Семкин